В кабинете министров Республики Татарстан прошел традиционный для летней поры брифинг, посвященный приемной кампании вузов. В нем приняли личное участие министры образования и науки Республики Татарстан Эльсур Хадиулин, ректоры и проректоры высших учебных заведений Казани. Казанский федеральный университет представлял ректора вуза Ленар Сафин. Также присутствовал ответственный секретарь приемной комиссии Александр Бибик. В онлайн-режиме присоединились представители вузов всей республики. Брифинг стартовал с выступлений Эльсура Хадиулина. Министр представил актуальную информацию на сегодняшний день. Так, из его речи следует, что прием на предстоящий учебный год на программы высшего образования ведут 45 образовательных организаций, 28 из которых государственные и 17 негосударственные. Отвечая на главный вопрос всех абитуриентов о количестве бюджетных мест, Эльсур Хадиулин рассказал, что по итогам открытого публичного конкурса для приема на новый учебный год республике было выделено 22 021 место. Также особое внимание было уделено вопросам целевого обучения. До настоящего времени не было регламентировано порядка заключения целевого договора. Отсутствовал единый перечень работодателей заказчиков. Как правило, битуреты самостоятельно обращались в организации для уточнения потребностей специалистов. С текущего года, в соответствии с установлением всех предложений о целевом обучении, не последний 10 июня подлежать размещению заказчикам целевого обучения на портале работы в России. Для приема на 24-25 учебный год с трудноустройством республики Татарстан на портале работы в России размещены 1585 заявок от работодателей. Сразу после выступления министра образования и науки республики Татарстан об особенностях приемной кампании Казанского федерального университета рассказал Ленар Сафин. Ректор ВУЗа озвучил план приема на этот год. 16 тысяч человек, из них бюджетных мест почти 7,5 тысяч. Наиболее востребованным специалистам, по словам ректора, обучают в Институте информационных технологий и интеллектуальных систем, в Химическом институте имени Бутлерова, на Юридическом факультете, в Институте вычислительной математики и информационных технологий и Институте международных отношений, истории и востоковедения. На сегодняшний день в Казанский федеральный университет подано более 10 тысяч заявлений от абитуриентов. Ожидается, что общее количество заявлений к концу приемной кампании достигнет 180 тысяч. Кроме того, в этом году КФУ начал прием на новые образовательные программы «Искусство и гуманитарные науки», «История искусств», «Публичная политика» и «Социальные науки». Отдельно в ходе своего выступления ректор остановился на программе поддержки талантливой молодежи, реализуемой в университете. С прошлого года мы единовременно, если к нам будут приходить такие ребята, будем уплачивать 100 бальников по 100 тысяч рублей, 200 бальников по 200 тысяч, 300 бальников по 300 тысяч. Их к этим же балам, мы приемли, значит, олимпиадиков, которые выиграли олимпиаду на федеральном уровне, так же, мы там временно, получим 300 тысяч. Ну и категории, которые определены именографом науке, я имею в виду, по специалистам паре «Биады» тоже будет 50 тысяч. Это единовременная выплата, таким образом мы мотивируем ребят приходить к нам. Также в этом году мы по двум специальностям, а это радиофизика, астрономия и прикладная математика, за счет средств университета, повышает студенту базовую стипендию. То есть, если базовая стипендия с 2400 рублей, то на этих специальностях, когда мы получаем базовую стипендию 4000 рублей. Напомним, что по решению ректора в 2023 году КФУ за счет собственных средств повысил стипендию отличникам до 5000 рублей, что стало дополнительной мотивацией для успешного учеба и привело к увеличению отличников в ВУЗе на 10%. Карина Саяхова, Тимур Табаров, Универ Новости. КОНЕЦ